Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Дмитрий Алиев стал участником турнира по шоу-программам. Организаторы турнира провели замену. Анна Погорилая в связи с несоответствием планируемого номера не выступит на турнире. Вместо Анны на лёд выйдет Дмитрий Алиев, который был первым запасным турнира. Напомню, накануне Анна сообщила, что пока готовится к турниру больше морально. Пару дней назад у фигуристки не была поставлена программа, и она только находилась в поиске музыки и идей. Сегодня стало известно, что её заменили Алиевым. Также объявлена система судейства в турнире «Шоу-программ». Как оказалось, в состав жюри не войдут судьи, обслуживающие соревнования по фигурному катанию, а также спортсмены, тренеры, хореографы и специалисты, связанные профессионально с фигурным катанием. Арбитрами выступят профессионалы из разных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления ценок на профессиональных профильных конкурсах. Организаторы отмечают, что при выборе членов жюри предпочтение будет отдаваться профессионализму, а не медийности. Что же, посмотрим, кто войдёт в состав жюри, имена будут разглашены в момент начала турнира. Каждый член жюри будет выставлять баллы за два компонента – за композицию и представление, подействующий на текущий сезон в системе баллов ИСУ – по десятибальной шкале с шагом в четверть балла. Илья Авербух раскрыл имена фигуриста, в котором он поставит номера для этого турнира. Авербух выступил в роли хореографа для Алексея Ягудина, Татьяны Татьмянина и Максима Маринина, Михаила Калиды, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Семененко и Евгении Медведевой. Журналистка Елена Войцеховская надеется, что турнир шоу-программ не перетечёт формат ледникового периода. Лучший шоу-формат спортивных соревнований, но после Олимпийских игр, конечно, был реализован в своё время двукратным олимпийским чемпионом Диком Баттоном. Именно он придумал идеи профессиональных чемпионатов мира, где стыковал несоединимых, на первый взгляд, соперников. На нескольких таких чемпионатах я была единственным журналистом от России, довольно много об этом писала и тогда ещё отметила для себя идею, которая, собственно, и позволила Баттону реализовать это уникальное соперничество. Он назвал одну из программ артистической, ограничив в ней количество прыжков и позволив участникам минимальное использование реквизитов. При этом действие оставалось спортом самого высокого уровня. Судили соревнований исключительно олимпийские чемпионы по фигурному катанию. И в этом был тоже глубокий смысл. Профессиональное признание наиболее ценно, когда тебя выводят в лидеры те, кто сам достигал максимальных высот в той же самой профессии. Профессиональные чемпионаты, продержавшись 25 лет, перестали существовать в 2002. И с тех пор ничего подобного фигурки не проводилось. Поэтому, собственно, с таким интересом фигурно-катательная общественность восприняла идею провести турнир по шоу-программам. Да и задумка прекрасная, тем более, что Россия едва ли не единственная на текущий момент страна, которая может себе позволить набрать чемпионский состав во всех четырех видах программы, причем с запасом и не менее звездную судейскую панель. «Если шоу-турнир плавно перетечет в формат ледникового периода, а отсутствие маломальски внятных правил пока говорит именно об этом, лично мне будет очень жаль», — написала Войцеховская. Этери Тудберидзе объяснила, почему не приехала на вручение ордена Александра Невского. Тудберидзе призналась, что она заболела. На вопрос, будет ли она получать награду в каком-то особом порядке, тренер сказала, что вероятнее всего получит орден во время следующего награждения. Серебряный призер Олимпиады двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала забавное селфи с Александрой Трусовой и Марком Кондратюком. Кондратюк сделал репост фото со словами «Топовый сквад» и эмодзи «Огонь». На прошлой неделе мы стали свидетелями низких оценок Софьи Титовой в финале Гран-при России. На защиту даже встала Татьяна Тарасова, которая не согласилась с оценками и выводами арбитров, а не до крутых. Фигуристка не смогла попасть в тройку лучших, оставшись на четвертом месте. Комментатор Андрей Журанков также заявил, что Софью Титову засудили в произвольной программе финала Гран-при. «Девочку здесь просто конкретно рубанули и отняли у нее, если пересчитывать судейскими решениями, 10 баллов», — говорит Журанков. Екатерина Боброва уточняет, правильно ли она поняла, что Журанков считает, что Плющенко тем самым наказали за первенство. «Да, я считаю, что да. Согласись, что девочка с четырьмя ультра-Си без падений, с несорванным вращением не может получать столько же, сколько другая девочка с двумя падениями без вращения с такими серьезными ошибками». «Цена решений технической бригады очень высока. По большому счету мы сейчас можем вывести правила фигурного катания, что программу можно выиграть за счет ГОИ, и программу можно проиграть из-за решения технической панели», — сказал Журанков. Также он высказался об исполнении четверного тулупа Камилы Валиевой, которой она прыгнула в короткой программе финала Гран-при. «Четверной тулуп Валиевой. Слава богу, что его начали обсуждать. И вот тут у меня вопрос к судьям. Ну как же вы можете ставить плюс 3, плюс 4 за такой четверной тулуп, дорогие судьи? Вот куда вы смотрите? Ну как это? Упала, минус 5, сделала гениально, плюс 4. А на плюс 5 кто? Ну как же так? Это гениальный четверной тулуп. Это высота, это пролет. Я больше хочу сказать. Может, меня заклюют, но то, что Камила обрела новый вес и новую форму, это в положительную сторону сказалось на этом четверном тулупе. Эта мощь позволяет ей этот четверной тулуп делать. Ну я не знаю, не всякий мужик делает четверной тулуп так мощно, красиво и так пролетно, как его делает Валиева. И почему там не плюс 5, я не понимаю, сказал Журанков. Екатерина Боброва в эфире подкастах «От коньком» высказалась о санкциях первого канала, которые были наложены на Татьяну Тарасову. Напомню, Тарасова заявила, что ее отстранили от комментирования на первом канале из-за ее слов поддержки Евгению Плющенко. Очень многие любители фигурного катания ждут ее в комментаторской кабине. И пока ей позволяет здоровье, я тоже хочу слышать ее суперфразы. «Это тот человек, который может позволить себе разобрать все по полочкам. Если кто-то плохо откатал, она может про это сказать, а не то, что у нас все молодцы. Потому что смотрит обычный зритель, который не понимает, и ему нужно между программами разъяснять, как откатал спортсмен, что хорошо, что плохо и так далее. А Тарасова еще и очень красиво умеет это делать», сказала Екатерина Боброва. Канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Виртию вместе с 41 канадским спортсменом обратилась с письмом к Национальному олимпийскому комитету Канады, который ранее поддержал позицию Международного олимпийского комитета по допуску россиян в нейтральном статусе. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию. «Мало ли кто не хочет нас видеть. Но тут их можно понять, конечно. Хотят выигрывать, в том числе и фигурном катании. В танце хотя бы что-то. Лишняя конкуренция им не нужна. По-другому это заявление я не могу объяснить. И я думаю, что в играх участвовать мы будем», сказала Тарасова. Заслуженный тренер Александр Жулин тоже прокомментировал ситуацию. «Хорошая новость в том, что федерация выступила за то, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов. Поступок Тессы Виртию ее не красит», сказал Жулин. Ирина Роднина заявила, что позиция Тессы Виртию по поводу допуска россиян никого не волнует. «Читала новость. То, что сказала Тессу Виртию, вообще никого не волнует», заявила Роднина. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok